Мормонская церковь Мормонская церковь Адам, Авраам, Моисей и все прочие после него были такими пророками, через которых Бог обращался ко всем живущим на земле. Первым пророком восстановленной церкви, после того, как она исчезла и потом Бог его создал заново, считается сам Джозеф Смит, основатель этой церкви. В настоящее время церковь мормонов официально признает титул пророков, президентов и носителей откровения не только за президентом, но и за двумя его помощниками и за двенадцатью апостолами. То есть, в мормонской церкви есть пятнадцать человек, которые являются по статусу пророками и могут получать откровения от Бога. Однако, титул пророк в собственном смысле употребляется только по отношению к президенту церкви. Настоящий живой пророк, которому Бог дал конкретное обещание и который может получать откровения для всех членов церкви, это единственный человек, который стоит во главе всей церкви в целом. Что мормоны говорят по этому поводу? Ни один человек, кроме избранного пророка и президента, не может узнать волю Божью относительно членов церкви. Только один человек, которому такое право дано. Какова власть пророка и президента в иерархии церкви мормонов? Пророк это человек, призванный Богом быть его представителем на земле. Когда он говорит за Бога, то это то же самое, как если бы говорил сам Бог. Если бы говорил сам Бог. Интересно, что в наше время мормоны немножко иначе представляют себе эту картину. На протяжении очень долгого времени мормоны колебались в отношении того, какие слова пророков нужно признавать за истину. Дело в том, что на протяжении последних около 200 лет, с момента, когда церковь была воссоздана, 180 лет, мормонская церковь постоянно слышала от пророков вещи, в которые она сейчас не верит. Например, второй президент церкви, которого звали Бригам Янг, он в своих учениях говорил вещи, которые церковь сегодня не считает истиной. Например, он считал, что под видом Адама в Эдемский сад пришел сам Бог-отец для того, чтобы согрешить в саду и тем самым положить начало человеческому роду. Это было необходимо для того, чтобы человек существовал. Мормонская церковь сегодня отрицает это учение, считает его неистинным. Но ведь это говорил пророк. Более того, Бригам Янг говорил, что ни в одной из своих проповедей я не сказал ничего, что мои последователи не могли бы назвать Божьим откровением, Божьим словом. То есть, это распространяется и на его откровении об Адаме Боге. Но именно потому, что у мормонов есть ряд учений, высказанных пророками, которые они до сих пор не признают, Сегодня мормоны считают, что для того, чтобы считаться официальным откровением от Бога, слова пророка должны быть признаны и приняты генеральной конференцией церкви. То есть, пророк говорит, и потом, когда церковь это одобрит, это считается официальным учением церкви. Все это выглядит достаточно странно, потому что мормонские пророки неоднократно говорили о том, что Бог не позволит ни мне, ни кому-либо другому ввести людей в заблуждение. Потому что то, что говорит пророк, говорит от его имени как бы сам Бог. Ну и вообще служение пророков очень интересно, потому что когда мормонов начинают расспрашивать о том, какие же пророчества получили пророки на протяжении последних 100 с небольшим лет, оказывается, что за последние 100 лет практически ни одного пророчества мормонские пророки не получали. Ну там были какие-то отдельные случаи, но так, чтобы каждый день Бог с небес вещал через пророка, это не существует, этого просто нет. Титул пророка, он в значительной мере такой, это титул, да, то есть пророчеств как таковых от пророка не исходит постоянно. В чем проблема с этим учением? Давайте с вами посмотрим на замечательный текст в Писании, Евангелие от Матфея, 11 глава, 13 стих. Матфея, 11 глава, 13 стих. Когда я в свое время показал этот текст нескольким мормонским миссионерам, они перестали со мной здороваться. Вот, потому что в этом месте есть несколько любопытных деталей. Матфея, 11 глава, 13 стих. Там на самом деле очень просто. Господь говорит, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель был последним ветхозаветным пророком. С тех пор после этого пророков в ветхозаветном смысле уже не было. Когда мы говорим о пророках сегодня, мы читаем в первом послании к Коринфянам об одном конкретном приходе. Если у кого из вас будет пророчество, то первый молчи, чтобы все могли говорить по очереди. В каждой общине могли быть несколько пророков. И вот это вот пророк в ветхозаветном смысле, когда есть один человек, который ведет за собой целый народ. Сама эта идея была упразднена с пришествием великого пророка, который обещал Господь в книге Второзакония. Помните, да? Он обещал, что придет народу Израилеву новый пророк, подобный Моисею, который исполнит все вот эти вещи. Господь пришел. Иоанн Креститель был последним пророком Ветхого Завета. Началась совершенно новая эпоха. Эта часть уже закончена. О том же самом мы с вами читаем в послании к евреям. Первая глава, первый стих. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках в последние сии дни, говорил к нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Время пророков закончилось. Началось время Сына. Если бы мы даже стали воспринимать то, что написано в книге Амоса, 3 глава, 7 стих, как некий нерушимый принцип действия Бога в наше время, к чему, в общем-то, нет никаких причин, то у нас уже есть бессмертный и вечный пророк, Господь Иисус Христос, который находится на небесах и обладает силой жизни, не перестающей. То есть даже по принципу, который излагают мормоны, что всегда у народа Израиля были пророки. То есть один умирал, на его место приходил другой. У нас сейчас есть пророк, который не умирает. Ему не нужна никакая смена. Он пришел и положил конец вот этой череде ветхозаветных пророков. И даже по мормонским собственным принципам нового пророка нам не нужно. Ну и, наконец, еще один любопытный момент. Дело в том, что в истории мормонской церкви был целый ряд ложных пророчеств. Тот же самый Джозеф Смит на протяжении своей жизни напророчествовал несколько ложных вещей, которые вошли в образцовые труды мормонской церкви, которые сегодня можно найти в их священных книгах. Обещания, которые никогда не сбылись. Самое известное обещание связано с тем, что Джозеф Смит обещал, что... Самое известное ложное пророчество было связано с тем, что Джозеф Смит заложил в городе Индепенденс, штат Миссури, краеугольный камень нового храма. И обещал, что этот храм будет построен при жизни этого поколения. Поколение, которое присутствовало при его закладке. Однако до конца XX века этот храм построен не был. То есть те люди, которые были свидетелями закладки камня, они умерли, а храма до тех пор не существовало. То есть пророчество, которое высказал Джозеф Смит, оно не сбылось. Это был не единственный пример того, как пророки мормонов произносили обещания, которые впоследствии не сбывались. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok